Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Очень надеюсь, что вы хорошо провели минувший день всех влюбленных, день святого Валентина. Надеюсь, что с самого утра вас завалили букетами цветов, посадили ванну с шампанским и осыпали лепестками роз, потому что вы этого достойны. Помните, как в рекламе L'Oréal? Le résultat, je le vois. Le réel, parce que je le veux bien. Результат, я вижу его. L'Oréal, потому что я этого достойна. Ну или достоин. Французский язык не различает мужской и женский род в этой фразе. Ну, это было лирическое отступление. Мы же возвращаемся к событиям, которые развиваются в жизни наших любимых персонажей, нашего любимого мексиканско-американского сериала про Лену Ланге и мужа ее трое. Ну, первый на повестке дня у нас граф Майкл Пиковский, обиженный герой-любовник, который продолжает выпускать свои короткометражные видео, в которых он комментирует происходящее со своей бывшей возлюбленной. И одно из таких коротеньких видео, которые Майкл опубликовал пару дней назад, это видео под названием «Лена покинула графа, чтобы выйти замуж за лягушку». У слова «легушка» в английском языке много значений, оно и может использоваться в разных контекстах, как в прямом, так и переносном смысле. Но здесь, я думаю, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что Майкл отсылает нас к известной сказке о том, что нужно поцеловать лягушку, чтобы лягушка превратилась в принца, за которого можно потом выйти замуж. И получается, что Майкл в очередной раз пытается до нас донести тот факт, что лягушка так и не становится принцем, и как бы Лена не старалась, как бы она не целовала эту лягушку, принцем она не становится. То есть Майкл — это тот самый мальчик из сказки Ганса Христиана Андерсона, новое платье для короля, который из толпы кричит «А король-то гол!». И вот так с самого начала Майкл пытается до нас докричаться, объявить нам, что миллионер-то липовый Трой, да, он предоставляет нам все время какие-то скриншоты о том, что Трой не единожды подавал на банкротство и не единожды терял все до последних трусов. Тогда как он сам ведет хоть и скромное, но достаточно стабильное существование в одном из самых дорогих городов Соединенных Штатов Америки — Сан-Франциско, а не где-то в мексиканских трущобах. Этот Сан-Франциско — город в стиле диско. Помните, да, известный хит нашей молодости? Кстати, Сан-Франциско всплыл еще и в другом контексте в видео Майкла, а именно в тот момент, когда он вдруг ни с того ни с сего заявил нам, что он готов встретиться с Леной Хэппи и сходить с ней на свидание. Да, вы не ослышались не с Еленой Ланги, а с Леной Хэппи, с блогером Лена Хэппи, та, которая некогда называлась USA Happy Every Day. Я так понимаю, что тут постарались комментаторы, сказав Майклу о том, что на рынке дейтинга появилась новая свободная невеста, недавно разведенная, без детей, без плетей и готовая к новым отношениям. И Майкл сразу же поддержал эту идею и сказал, что с удовольствием бы встретился с Леной Хэппи, но при условии, что она должна проживать в Сан-Франциско. И тут он поднимает очень даже интересный вопрос, который затрагивают часто те коучи, те люди, которые нам рассказывают, как удачно выйти замуж, как удачно дейтиться. И вот вам наглядный пример на лицо Майкл говорит, что готов встречаться, но только в Сан-Франциско. За пределы Сан-Франциско даже навстречу он не готов ехать, тогда как многие в свое время утверждали, что вот он теперь, узнав, что Лена на мексиканской границе полетит туда, сорвется, значит, навстречу поедет с ней договариваться, решать вопросы. Нет, конечно. 99% тех, кто готов встречаться и ходить на свидания, они хотят встречаться внутри своего города, а предпочтительно внутри своего района. То есть не выходя за рамки вот своего привычного ареала. И поэтому нужно искать всегда того, кто уже изначально готов куда-то за вами лететь, какие-то бумаги вам оформлять, за что-то там платить. А это меньшинство, это, как правило, люди, которые в вас вцепились, понимая, что другого шанса найти кого-то, кто хотя бы приблизительно дотягивает до вашего уровня, у него нет. Дейтинг — это не моя тема, я не буду ее далее развивать, я лишь хотел сказать то, как к этому относится Майкл. Сейчас же я хочу вернуться к главному персонажу этого эпоса, а именно к Елене Ланге. Ну, в принципе, особого обзора по ее видео я делать не буду, потому что там ничего нового нет, там сидит обычная, довольно уставшая, понурая женщина, которая почему-то все время оправдывается. Ну, я думаю, что это вот такая манера у блогеров как бы отвечать на какие-то упреки, на какие-то вопросы подписчиков, и вот это все выглядит для нас как оправдание. Ну, я не буду на этом заострять внимание, хочу лишь сказать, что появились обзорщики, которые обвиняют нас, других обзорщиков, что мы недостаточно радуемся за Лену, а говорим, очерняем ее честное имя. Я скажу, что это неправда, говоря лично о себе, я очень рад за Лену, просто я не знаю, как еще изобразить радость, может быть, станцевать ламбаду. Но чисто по-человечески я рад за Лену, потому как она шла к этой цели, она ее осуществила, и брак в ее случае пришелся как никогда ко двору. Дело в том, что брак в нашем обществе действительно выполняет очень важную функцию, по разным причинам, но одна из таких причин, это, конечно же, что брак омывает все грехи. То есть вы можете быть прожженный до предела, прошедший Крым, Рым, на вас уже пробы негде ставить, но как только вы вышли замуж, это все прошлое стирается, и вы как бы начинаете новую главу, и мужчина, который вас любит, который вас боготворит, вас защищает, и с вас как с гуся вода все вот эти обвинения в том, что когда-то вы вели какой-то неправедный образ жизни. Второй момент, по которому Лене действительно повезло с Троем, это то, что он достался ей без бывших жен и бывших детей. Я знаю, что Троя многие критикуют именно за то, что, дожив до предпенсионного возраста, он ни разу не был женат, у него не было детей, и это должно нас заставить задуматься, навести на кое-какие мысли подозрительные. Уж не знаю, какие, но такое вот пишут. Я считаю, что это просто счастье, что Лена вышла замуж за человека, у которого нет бывших жен и детей, потому что самый большой камень преткновения, который является корнем всего зла и всех ужасов, которые ждут, и без того новоприбывшую жену, это то, что там постоянно шмыгает под ногами бывшие жены и их дети, ну то есть совместные с мужем. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается, ничего хорошего в этом нет, поэтому Лене повезло, и я думаю, большинство людей за нее по-своему рады. Брак – это радостное событие в большинстве случаев, но причина, по которой многие не визжат просто о счастье, наверное, в том, что это все-таки не первый брак Лены, дай бог не последний, как говорят, да, то есть когда это вот такой неостанавливающийся процесс, то люди как бы воспринимают это ровно. Это когда первый брак, да, там все визжат от счастья, а уже третий, четвертый, пятый – это такое дело, знаете. А вообще я считаю, что Лене нужно перестать оправдываться все время. Не нужно никому ничего объяснять, не нужно объяснять, почему у тебя было не три кольца, а два, не нужно объяснять, почему свадьба была такая скромная, что Трой вообще не хотел никакого торжества, а она вроде как настояла. Ничего это не нужно объяснять. Лучший способ всех заткнуть и утереть всем нос – это просто показать счастливую, достойную, благополучную жизнь. И желательно в каком-нибудь благополучном месте, о котором Лена всегда мечтала, но пока мест мы видим, что именно Трой пытается перекочевать в Мексику по той или иной причине, и Америкой пока не пахнет. Но мы надеемся, что рано или поздно Лена осуществит свою мечту и ступит таки на американскую землю. А мы будем продолжать следить за развитием событий. На этом все. Пока-пока.